Наташа, а бывает у тебя такое, что тебе хочется протестировать реальность, чтобы как-то понять, в реальности ли ты? Вот у меня такое бывает. И нормально ли это? Вот спросите у других, как они думают, чтобы посмотреть, насколько ты в реальности. Конечно, бывает. И знаешь, что очень важно мне всегда делать, потому что очень важно, во-первых, спрашивать, на чью реальность мы адаптируемся. Потому что есть же люди со своими иллюзиями, восприятием и всем на свете. И когда ты знаешь, что рядом с тобой более-менее какой-то адекватный человек, ты доверяешь его реальности, ты смотришь, как он живет, тебе нравится. И ты такой, ну, можешь что-то поспрашивать. И я, например, когда у меня есть какие-то вопросы, у меня есть подруга, которая хорошо разбирается в врачах, хорошо понимает, как ему задать вопросы, чтобы понять, насколько они компетентные специалисты. И на ее реальность я очень сильно опираюсь, например, потому что я в этом более такая расшатанная. А если говорить в целом про реальность, то я все время задаю вопрос, есть ли сейчас какие-то иллюзии у меня насчет другого человека, есть ли у меня какие-то иллюзии насчет, не знаю, там, работы, улетаю ли я как-то со своими фантазиями, там, о чем-то. Потому что после этого идет как бы разочарование и отдаление от другого человека, потому что у меня нет шанса как бы узнать его реальным. То есть я там нафантазирую до хрена, я уже не спрашиваю. Я такая себе задаю вопрос, а сейчас, типа, я вот дофантазировала с другого человека или он реально мне так сказал, вот он реально так думает, он мне вообще на этот вопрос отвечал или нет? Я такая, нет. Так, я, ладно, пошла спрашивать. Да, поэтому мне кажется, это необходимо делать, если ты хочешь какую-то трезвую жизнь, вести трезво и эмоционально, да, и видеть другого человека как-то очень близко, реально, что потом мне там, ах, ах, меня разочаровал человек. И я такая, ну, типа, я сама там нафантазировала, потом сама разочаровалась, а я реально его видеть не хочу, поэтому, конечно, да, да, много раз да. И сверяюсь с этой реальностью с многими еще специалистами, причем очень часто.